В городе Капшагай Алматинской области готовится к строительству крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции. Она будет вырабатывать 50 мегаватт, но этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией 5 сельских районов. Таким образом, Приозерный город может стать первым крупным населенным пунктом, который будет получать электричество исключительно из альтернативных источников энергии. Капшагай идеально подходит для использования энергии гелия. В этих местах почти 300 дней в году светит солнце. Первый эксперимент провели в 2013-м, построив солнечную электростанцию мощностью 2 мегаватт. Для выработки энергии здесь установлено 60 солнечных панелей, которые весь световой день вращаются вслед за солнцем. Сегодня альтернативная станция успешно работает и обеспечивает электрическим током тысячу семей. Но на этом энергетики останавливаться не собираются. На расстоянии 10 километров от данной площадки у нас имеется земельный участок. Площадью 500 гектар, на которых в первом этапе мы собираемся строить солнечную электрическую станцию мощностью 50 мегаватт. Мы уже получили заложительное заключение госэкспертизм на проектную смертную документацию. Гарантийный срок службы солнечной электростанции 25 лет. Впрочем, в этой местности станция может прослужить и гораздо дольше. С озера постоянно дует свежий ветер, в результате чего солнечные фотоэлементы реже покрываются пылью. Кстати, ветер здесь тоже используется на благо людей. В прошлом году у нас установлены 4 ветровые электростанции. В будущем они планируют дополнительно установить до 20 таких ветроэлектростанций. То есть в будущем они будут порядка 20 мегаватт выдавать электроэнергию. В целом, Семереченский край богат на альтернативные источники энергии. И главный из них – это вода. По оценкам специалистов в области зеленой экономики, в Алматинской области можно построить 158 мини-гэс общей мощностью 1800 мегаватт. Оскар Сергалиев, Ерлан Абжанов, Алматинская область, Хабар-24.